Захар Атаманенко Как любит говорить моя мама, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. У всех должна быть своя цель и надо ее достигать любыми способами. Но для своего преподавателя Захар уже победитель. Попасть в число участников столь престижного проекта – большая заслуга. Парень невероятно целеустремленный и обязательно добьется успеха на мировом уровне, уверен Александр Антипов. Я спросил у него на днях, Захар, а кем ты хочешь стать? Я ему ответил – пианистом. Вы знаете, очень немного детей, занимающихся музыкой, вот в 12 лет, ответят, хотят стать пианистом. Я вот не сомневаюсь, что из Захара будет настоящий пианист и не только пианист, наверное, вообще музыкант. Потому что у него есть для этого все данные. Конкурс стартует 29 ноября в Москве. Творческое состязание пройдет в несколько этапов. Уже известно, что конкуренцию в категории фортепиано курянину составят музыканты из Греции, Турции, Китая. Поэтому Захар не теряет времени и усиленно готовится. Вся программа уже расписана на три тура. На третьем туре играется концерт. На втором свободная программа до шести минут, по-моему. А на первом то же самое, до шести минут. На первом туре я буду играть этюд Шопена четвертый и адажу из балета «Спящая красавица» Чайковского-Притнева. С ним, конечно, интересно заниматься. У него есть свой взгляд на многие вещи. Ему хочется всегда чего-то нового. Он не любит очень долго изучать какое-то одно произведение. Ему надо новое. Он слушает много, интересуется, читает. В этом отношении, конечно, ребенок интересный. Конкурс «Челкунчик» был учрежден в 2000 году и с тех пор открывает новые таланты. По его результатам определяется участник, представляющий страну на детском классическом конкурсе Евровидения. Из 48 юных музыкантов лауреатами станут лишь 9. Желаем Захару уверенности, спокойствия и, конечно же, победы. Ангелина Яхонтова, Антон Латышев. События дня.